Короче говоря, Новый год в СССР. Это было утро 31 декабря 1985 года. Я проснулся, улыбнулся, ведь сразу вспомнил, что сегодня мой любимый праздник. Ну, после дня рождения Горбачёва. Тут же отправился на кухню завтракать. Намазал на кусочек белого хлеба масло и посыпал сверху сахаром. Что может быть вкуснее? Пока уминал бутерброд, налил себе чайка и вышел на балкон. Вдохнул свежий столичный воздух. Красота-то какая! Лепота! Растоял так 20 минут. Вернулся обратно. Сел на стул и стал читать комсомольскую правду. Советскую правду. Правдивую правду. Вычитал, что в Горьком на улице раздают бесплатные сладости. В Ленинграде прошел крупный град, а в Свердловске на городской площади выдают сверла. Как же разнообразен наш Советский Союз. Но что-то я отвлекся. На часах уже 15.00. Пора готовиться к новому 1986 году. Поэтому включил телевизор на фоне. Там шел фильм «Бриллиантовая рука». Поговаривают, что скоро снимут продолжение «Нефритовая нога». Я принялся нарезать докторскую колбасу. «Соленые огурчики». Поставил вариться пару яичек. Да, вы угадали. Я готовлю селедку под шубой. Тем временем мне кто-то позвонил. Я взял трубку. Это был мой дорогой друг и товарищ Роман. Он спросил, приготовил ли я еловый веник. А зачем он? Он спросил, как зачем? Ёлки-палки, вот же дырявая моя башка. Ведь каждый год 31 декабря мы с Романом ходим в баню. Я сказал ему, что веника у меня нет и я совсем позабыла нашей традиции. Роман ответил, что в таком случае не придет ко мне. Сегодня обиделся и бросил трубку. Как же я мог забыть? Ведь мы с ним всю жизнь были не разлей вода. Еще целых полчаса меня грызла совесть. Вспомнил про свои яички. Переварил. Поставил другие и закинул майонез в миску. Но ссора с Романом никак не давала мне покоя. Может перезвонить ему и извиниться? Я подошел к телефону. Но тут мне в дверь кто-то постучал. Может это Роман? Я обрадовался и побежал открывать. Но это был мой сосед. Он попросил у меня немного соли. Я грустный поплелся на кухню и взял солонку. Отдал соседу и вернулся обратно. На часах уже 18.00. Первый салатик готов. Теперь надо сделать оливье. Я принялся разделывать селедку и терять на терке свеклу. Вскоре и этот салат был готов. Я облизал ложку. Салат был слишком соленый. Не из-за избытка соли, а потому что я все еще переживал по поводу Романа. Взял себя в руки. Снова пошел к телефону. Они опять постучали в дверь. Это был тот же сосед. Попросил у меня немного зеленого горошка. Я дал ему горошек и захлопнул дверь. Он снова меня перебил. Мне надо исправить ситуацию с Романом не словами, а действиями. Звонить ему сейчас нет смысла. Лучше задобрю его полезным подарком. Осталось решить, что дарить. Гитару? Ковер на стену? А может санки? Подарить пластинку с песнями? Все это не то. Роман любит песни Высоцкого, а у меня только Антона, в пластинке которого я уже заслушал до дыр. Хотя эти дыры были во всех пластинках. 21.00. Новый год уже совсем скоро. На телевизоре начался голубой огонек. Я празднично оделся. Надо быстро что-то решать с подарком. В мою дверь снова постучали. Да я ему сейчас пасть порву, моргал и выколю. Сердитый открыл дверь. На этот раз сосед просил пылесос. Но это уже ни в какие ворота. Я скрипя зубами вытащил его. И тут сосед достал из-за спины пластинку Высоцкого и подарил ее мне. Я ошарашенно спросил, откуда он узнал, что мне нужна эта пластинка. Сосед ответил, что у нас очень тонкие стенки, и ему надоело каждый день слушать одно и то же. Вот уж не думал, что от тонких стен будет какая-то польза. Я поблагодарил его и скорее отправился к телефону. Торжественно пригласил Романа к себе в гости отмечать Новый год и добавил, что приготовил для него сюрприз. Но на том конце провода был его сосед по коммуналке. Сказал, что Роман куда-то ушел. Вот те на. Я начал сильно переживать за него. На часах уже 23.30. Я одиноко сидел перед телевизором и грустно жевал блюдо, которое приготовил. Какая гадость, это ваша заливная рыба. За пять минут до Нового года началось новогоднее обращение генсека. И снова стук в дверь. Да что опять этому соседу еще надо-то? Я резко распахнул дверь. Три, два, один. С Новым годом! Посмотри, салюты! О, красиво так. Как Новый год встретишь, так и проведешь. Короче говоря, Новый год в СССР. Друзья, поздравляем вас с Новым годом. Спасибо за то, что все это время вы были с нами. Всего вам самого наилучшего. И пусть Новый год принесет вам море счастья. Спасибо за просмотр. И увидимся в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...